В Управлении санитарно-эпидемиологического контроля предостерегают жильцов от самостоятельного проведения дезинфекции и дератизации с применением инсектицидов, химических веществ. Для того, чтобы уничтожить тараканов, клопов, крыс и других насекомых в доме, нужно обращаться в специализированные организации, подчеркивают в Управлении СЭС. Дезинфекционные, дезинфекционные и дератизационные мероприятия, они регламентированы Кодексом Республики Казахстана о здоровье народа и системе здравоохранения, статья 107. И в ней сказано, что данные мероприятия могут проводить только специализированные организации, которые имеют профессионалов в своем штате, то есть дезинфекторов, дезинструкторов. Они каждые 5 лет проходят переподготовку, каждый год обучаются, как нужно проводить. Все вещества, которые используются в данных мероприятиях, они подразделяются на 5 классов опасности и самостоятельно проводить какие-либо мероприятия можно только классами 4 и 5 классов опасности. 1, 2, 3 класс опасности это очень опасные вещества и обработку данными веществами, инсектицидами могут проводить только специализированные профессиональные организации. Самостоятельное проведение дезинфекции с применением инсектицидов способно вызвать серьезное отравление, развитие аллергических реакций в дыхательных путях. Только профессиональная дезинфекция и дератизация может быть эффективной и безопасной. Я каждый раз вижу на подъездах домов объявления о том, что уничтожение клопов, тараканов, муравьев и номер телефона. И не написано даже, что это за организация, поэтому я призываю жителей города Экибастуза подходить к этому вопросу очень осторожно. Можно приглашать только специализированные организации, которые умеют и неоднократно уже работали с этими веществами, чтобы не было таких случаев, когда самостоятельно жители дома, не предупреждая ни соседей, не предупреждая КСК, ОСИ, проводят данные мероприятия в целях того, чтобы не было таких отравлений у нас. Как сообщают в управлении СЭС, с начала года фактов отравления средствами дезинфекции и дератизации в Экибастузском регионе не зарегистрировано.